МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа ДИДЖКХ. С вами Александр Сульдин. Сегодня о распространенной, к сожалению, ситуации борьбе двух управляющих компаний за новый дом. Одна из обслуживающих организаций попыталась захватить богатый актив, но, что уже редкость, у нее этого не получилось. Анатомия противостояния в нашей сегодняшней программе. Итак, Зайльцовский район, Новосибирск, улица Сухарная, 96. Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вполне адекватной мысли. О ее смене не было. Все прочие компании не идеальны, я еще не встречал идеальных компаний. Но когда вопросы возникают, адекватно реагируют, вопросы решаются. В общем, все идет в нормальном череде. Тем не менее, летом Александр с удивлением узнал. Оказывается, он участвовал в собрании собственников и проголосовал за смену обслуживающей организации. И в бюллетенях увидел якобы свою подпись, поставленную чужой рукой. Ситуация начала развиваться еще зимой. Сперва появились объявления с призывами присоединиться к недовольным работой действующей управляющей компании. Звали на собрание участвовать в голосовании, которое должно было закончиться 25 мая. После 25 мая мы расслабились, что как бы все закончилось. Но обнаружили в середине июля, что оказывается, эта компания, эти люди, они собрали наши персональные данные, отпечатали бюллетени, подписали сами. То есть это более 200 подписей они подделали. Оказывается, в доме была инициативная группа, и ее возглавлял человек, который здесь не живет. Они и выступили за смену управляющей компании. Согласно жилищного кодекса, любой из собственников может запросить реестр собственников, и мы обязаны его выдать. Один из родственников инициативной группы, которая здесь организовалась, не проживающий здесь, как я уже ниже сказал. И они запросили этот реестр, мы им выдали. Инициативная группа выступает, как троянский конь, запрашивает данные собственников, инициирует собрание. Потом появляются фальшивые подписи, как под копирку. Типовой рецепт захвата многоэтажки. Такой дом лакомый актив, жильцов много платят, исправная работа относительно немного, все новое. Как проходит процедура смены управляющей компании? Какие для этого есть основания? Об этом в нашей инструкции. Как сменить управляющую компанию? Прежде всего нужно расторгнуть договор с действующей обслуживающей организацией. Основания для расторжения договора. Истекает срок действия договора. Условия договора дают возможность расторжения. Управляющая компания не выполняет свои обязанности. Смена способа управления домом. Создание товарищества собственников жилья. Чтобы отказаться от услуг управляющей компании нужно Составить список претензий к действующей управляющей компании, собрать свидетельства нарушений, копии жалоб в управляющую компанию, Роспотребнадзор и контролирующие органы. Обсудить ситуацию с другими жильцами и создать инициативную группу жильцов. Подобрать новую управляющую компанию. Провести общее собрание собственников многоквартирного дома и зафиксировать решение о смене управляющей компании в итоговом протоколе. В течение пяти дней уведомить о результатах собрания действующую управляющую компанию. К уведомлению нужно приложить копию итогового протокола общего собрания собственников. Также в течение пяти дней необходимо направить в государственную жилищную инспекцию пакет документов. Оригинал протокола общего собрания и принятого решения. Реестр собственников жилых помещений дома. Реестр уведомления собственников о проведении собрания. Оригинал бланков голосования. Реестр граждан, которые проголосовали очно и заочно. Направить копии протоколов собрания в новую управляющую компанию. Новая управляющая компания подписывает договор обслуживания с каждым собственником. Красиво и лаконично оформить туалетную комнату, скрыть сливной бачок и трубы унитаза в стене за внутренней отделкой. Производители сантехники уже давно придумали рецепт. Готовый комплект с инсталляцией. Как он монтируется, легко ли это сделать, доступно ли это домашнему мастеру. Настоящие специалисты расскажут и покажут. Посмотрим. Экономим большое пространство в самой комнате, где мы можем установить унитаз. Второй плюс – это хорошая шумоизоляция, так как сливной бачок у нас находится за строительными инструкциями, поэтому мы не слышим, как наполняется бачок, как сливается бачок. Для начала мы закрепляем на рамочную инсталляцию вот эти шпильки, с помощью которых будет крепиться она к стене. То есть у нас получается четыре шпильки крепятся к стене и двумя соборезами мы крепим к полу. Вот это важный уровень знать вот этих именно средних шпильок, потому что уровень унитаза у нас строго регламентируется по ГОСТу. Он должен быть в пределах 40-45 сантиметров. После того, как мы разметили с вами места, где будет происходить крепеж, отметили либо маркером, либо карандашом, берем какой-то сверильный инструмент, либо дрель, либо шуруповерт, в нашем случае было, просверлили от берсти. Поставили раму согласно черепотежа и уже с помощью ключей либо рожковых, либо шведских мы произвели с вами монтаж непосредственно самой рамы. Монтаж рамы нам надо проверить по уровню горизонтальности и вертикали. Если что-то у нас маленькое не совпадает, с помощью вот этих шпилек мы можем отрегулировать уровень. Ну, прежде чем, как мы устанавливаем и крепим на эти шпильки, мы, конечно, предварительно, еще с помощью вот этих вот ног, регулируемых, можем отрегулировать осность, то есть вертикальность и горизонтальность ножа. Ну, не надо. В смывном бачке есть клапан, с помощью которого наполняется у нас система, так называемая, плавковый клапан. Купает в комплекте сама инсталляция, унитаз, как правило, с ней идет, этой же фирмы. Всегда прилагается и инструкция по монтажу. Коммунальщики заканчивают тянуть новую ветку водопровода в селе Барышево. Изношенные металлические трубы меняют на новые полиэтиленовые. Длина участка которой приводят порядок более трех километров. Дороги при этом не перекапывали и водоснабжение не отключали. Применили технологию подземного бурения. По словам специалистов, теперь надежность и качество работы системы серьезно повысится. Дом, который дал трещину, начали ремонтировать. В Ленинском районе Новосибирска стена и пол в пятиэтажке на улице Планировочная дали просадку. Возникла угроза разрушения. В квартирах отключили газ. Сейчас повреждения устраняют, фундаменты стены закачивают бетонный раствор. Как будет выглядеть новый сквер в Октябрьском районе Новосибирска, решат сами горожане. Речь идет о благоустройстве территории на перекрестке улиц Кирова и Подромской. Здесь разобьют зону отдыха. Ее посвятят памяти основателя премзавода «Ермень» Юрия Бугакова. Проект опубликован на портале «Зеленый Новосибирск». Жители области могут сделать свои предложения и замечания до 8 ноября. Голосование за смену обслуживающей организации в доме номер 96 на Сухарной все же провели. Две сотни собственников квартир с удивлением обнаружили чужие подписи в бюллетенях напротив своих фамилий. Действующая управляющая компания тоже узнала о ситуации, приняла срочные меры. Сама обратилась в суд и призвала к этому жильцов. Я вызвался это сделать. Подали в суд, чтобы приостановить, скажем так, решение проведенного общего собрания. А жильцы и соседи мои, они изъявили более активную позицию, они поехали в ГЖИ, чтобы проверить свои протоколы. Оказалось, что те решения, которые там были прикреплены к протоколам, то они были все подделаны. То есть и почерк не их, и подписи не их. Здесь захват не прошел. Приказ о переходе к другой управляющей компании удалось заблокировать в суде. Консолидация собственников между собой, совместная работа с управляющей компанией и неуклонное выполнение всех требований закона. Эксперт регионального отделения общероссийского народного фронта Сергей Аверьяцкин считает, такой путь единственно верным в подобной ситуации. Мы должны публично говорить так, чтобы нас слышал, в кавычках, скажем так, враг о том, что мы ежедневно будем вести видеофиксацию, что на подъездах, на информационных досках после проведения нашего собрания не появилось второго уведомления, что этого не было. Мы должны предупредить граждан о том, что после нашего протокола появится новый, и что все должны быть готовы подтвердить право выходных органов, что это не наша подпись. Только в этом случае, если мы эти все факты предусмотрим, можно возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности того, кто является инициатором проведения таких собраний. А жильцам дома на Сухарной предстоит пройти еще долгий путь. Сейчас в суде доказывают, что их подписи подделаны. В эфире была программа ГИДЖПХ. С вами был Александр Сундин. До встречи на будущей неделе. Следующий вторник о пограничном конфликте в Затулинском жилмассиве Новосибирска. Местные жители перегородили проезды шлагбаумами и забором. Разберем ситуацию. Новосибирска